МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салют всем любителям рестлинга! С вами Джеки и это новая часть проекта 100 лучших матчей WWE. Погнали! Номер 71. Крис Бенуай Курт Энгл против Эджа и Рэй Мистерио. 20 октября 2002 года. Шоу No Mercy. Совсем недавно мы вернулись к схеме, которая работала 14 лет назад. Разделение брендов, вследствие чего необходимость создания эксклюзивных командных поясов для Смэкдауна. Был проведен турнир, в финал которого вышли наши герои. Отношения Энгла и Бенуа сложно было назвать дружескими. Они постоянно наезжали друг на друга. И Стефани Макмен даже пригрозила им отстранением на год, если они продолжат воевать друг с другом в рамках этого командного турнира. Матч получился просто феноменальным. Стефани хотела получить лучший командный дивизион в истории. И с такими крутыми парнями она получила один из самых лучших командных матчей в принципе. Матч наполнен моментами, когда ты думаешь, ну вот сейчас он закончится. Но он продолжается и продолжается. Снакшибательное зрелище, достойное вашего внимания. Эдж 8 баллов. Рей Вистерио 3 балла. Курт Энгл 7 баллов. Крис Бенуа 4 балла. Номер 72. Джон Сина против Эджа, против Шона Майклза, против Рэнди Ортона. 29 апреля 2007 года. Шоу Бэклэш. С теоретической точки зрения получить отличный матч с быстрым темпом не так уж и сложно. Нужно поставить в один матч как минимум троих. И как минимум у одного будет возможность немного передохнуть, пока другие находятся на ринге. Данный четырехсторонник как раз из этого числа. Конечно, самые горячие моменты возникают, когда все участники матча на ринге. И таких моментов здесь тоже предостаточно. В целом тут не наблюдалось какой-то сверхэмоциональной истории. Но для того, чтобы показать хороший бой, она далеко не всегда нужна. Отличное сочетание настоящих звезд рейстлинга, скорости и многочисленных приемов и комбинаций. Все как мы любим. Джон Сина 11 баллов. Рэнди Ортон 5 баллов. Шон Майклз 13 баллов. Эдж 9 баллов. Номер 73. Крис Бенуа против Криса Джеррика. 21 января 2001 года. Шоу Ройл Рамбл. У Криса Джеррика никак не получалось найти противоядие к главному оружию Криса Бенуа. К его захвату Кроссфейс. Раз за разом Джеррика приходилось стучать по рингу, доказывая превосходство другого Криса. Однако, как мы все знаем, Байд Уджей далеко не глупый человек. Он сумел ломать Бенуа на еще один титульный бой. На лестничный матч. И знаете, матч действительно строился вокруг этой самой лестницы. Сейчас можно увидеть много поединков, где совершенно непонятно, почему, например, рейстлеры дерутся в клетки. Или за каким хреном в бой добавились столы. Ответ на этот вопрос просто так. Но в нашем случае все было объяснено с более чем логичной стороны. Короче говоря, если вам нравятся лестничные бои, то это ваш идеальный вариант. Крис Джеррика 9 баллов. Крис Бенуа 5 баллов. Номер 74. Мисс против Сэми Зейна, против Кевина Оуэнса, против Сезара. 22 мая 2016 года. Шоу Extreme Rules. По сути, можно сказать то же самое, что было ранее. Только, как ни странно, мне этот бой понравился даже больше, чем то, что было на Бэклэше 2007 года. Сумасшедший темп матча, который был задан с самого начала, не прекращался до самого конца. На ринге собрались ярчайшие представители современного рейстинга и Мисс. Да ладно, чего уж я, Мисс тоже был неплох. По крайней мере, не особо мешал ребятам творить шедевр внутри четырехугольника. Если вы просто захотите посмотреть крутой матч, не особо запариваясь предыстории, то этот бой подходит вам на все 100%. С небольшой натяжкой, но могу сказать, что абсолютно все участники этого матча показали себя на все 100%. Кроме Миза. Он процентов на 70, наверное. В принципе, тут все довольно очевидно, поэтому добавить особо нечего. Кевин Овенс – 3 балла. Мисс – 1 балл. Сэми Зэйн – 2 балла. Цезара – 2 балла. Номер 75. Халк Хоган против Последнего Война. 1 апреля 1990 года. Шоу «Рестлмания 6». Ни для кого не секрет, что Халк Хоган в жизни, мягко говоря, не очень хороший человек. Знающие люди давно уже не верят этому супергерою вселенной Винца Макмена. Однако представьте себе, что вы скажете что-то подобное людям из 80-х. Вас просто не поймут и посчитают идиотом. Как можно усомниться в истинном патриоте и стороннике правильного образа жизни? Ходит много историй о том, как эго Халкстера не позволило проявить себя самым талантливым рестлером Всемирной Федерации. Однако Последнему Войну повезло. Это был, пожалуй, самый важный матч в его карьере. И он в нем показал себя с самой лучшей стороны. Эра знаменитой Халкомании начинала уходить в историю. На первый план вышли совсем новые герои. Последний Войн – 2 балла. Халк Хоган – 2 балла. На этом очередная часть проекта 100 лучших матчей WWE подошла к концу. Обязательно подписывайтесь на паблик World Wrestling History. Совсем скоро там будет знаменитое шоу Король Линга 1998 года в нашей с Петро озвучке. Такое просто нельзя пропускать. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин